Продолжение следует... Ну а если вам нравится то, что я делаю, не забудьте поставить лайк и обязательно подпишитесь, если вы этого еще не сделали. Итак, к концу 80-х годов ситуация в Закавказье в этом райском уголке из-за территориальных претензий Армении к Азербайджану начинает резко накаляться. И через короткий промежуток времени это перерастает полноценные боевые действия. Продолжение следует... В это время семья Гасымых живет в Мегачавире, куда они в конце 70-х годов переехали из села Кичигар-Мурат Гедобекского района. В семье Гасымых было четверо детей, двое братьев и две сестры. Натик Гасымов был самым младшим ребенком в семье. После школы Натик пошел учиться на сварщика, далее работы с лесарем на Гресс, затем киномехаником в кинотеатр. Натик очень любил фильмы про войну. Потом служба в армии по призыву в Красноярске, где он отличился высокими показателями по стрельбе. В 1991 году, отслужив два года, Натик возвращается в Азербайджан. Он не может оставаться в стороне от тех событий, которые происходили в тот период. И добровольцем идет на фронт батальон «Карабахские ястребы». Батальон «Карабахские ястребы» был сформирован из добровольческих отрядов самообороны, созданных в Ахдаме во время военного конфликта. Через несколько месяцев, проведенных на фронте, Натик отпускают домой. Ночью 25 февраля 1992 года армянские войска, воспользовавшись техникой и оружием 366-го мотострелкового полка Советской армии, который был расположен в Ханкенде, окружили Ходжавы. Приблизительно в 11 часов ночи начался обстрел Ходжавы из БТР, БМП и танков. Из 7-тысячного населения в это время Ходжавы оставалось примерно 3000 человек. Те, кто смогут целеть и под обстрелами вырваться из города, по снегу и замерзшим рекам, через лес смогли пройти около 10 километров в сторону Ахдама. Когда до Ахдама оставалось несколько километров, начинало светать. Люди оказались на открытой местности, но вместо помощи их встретили армянские боевики с пулеметами. Эта встреча оказалась роковой для мирных, безоружных людей. Армянские боевики не пощадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Увидев по телевизору кадры геноцида над мирным населением Ходжавы, Натик сразу возвращается в свой отряд, оставив родным всего лишь записку. Геноцид мирного населения в Ходжавы повлиял тогда на тысячи молодых людей, которые шагнули в огонь войны на защиту Родины. Через 10 дней пребывания в Ахдаме, Натик и еще нескольких его товарищей попросили занять и удерживать высоту около села Перляжи до прихода подкрепления. Данная высота имела стратегическое значение с учетом предстоящих боев за Ахдам. Натик и еще несколько добровольцев, заняв высоту, обосновались в старой албанской церкви. Не прошло и пару дней, как к высоте подошел армянский отряд, задачей которого было завладеть высотой, уничтожив команду, засевшую там. В результате боя из всей команды живым остался только Натик. И несмотря на проигрышную ситуацию, он решил защищать высоту во что бы то ни стало, так как дал слово командиру не покидать пост. Техника ведения боя и обороны позиций, которую он вел, вела командира армянского отряда и всех его участников в заблуждение. Они думали, что внутри церкви обороняются стоя насмерть не один, а несколько человек. Натик был очень быстр, моментально меняя огневые позиции, не давал возможности никому подойти близко к церкви. Спустя пять дней, без результатных попыток, армяне решили прибегнуть к шантажу. Из числа худжалинских заложников выбрали одного человека, который должен был передать информацию находящемуся в церкви. И выбор пал на директор школы худжалы Джафара Джафарова. Сан, худжал! Мне сказали, что там в церкви, церкви мы окружили ваших военных, которые заняли нашу церковь. И с этой высоты стреляют по нашим в аскерам. Ты нам поможешь. Я спросил у них, как мне вам помочь. Сказали, сейчас увидишь. Приехали два БТР. На один сели сами, на другой посадили меня и еще журналистов. По разговору я понял, что говорит на английском, потом выяснил, что это итальянец. Меня попросили передать тем, кто в церкви, что если они не сложат оружие, то и тебя, и заложников худжалы расстреляют. Если сдадутся, тогда заложники будут жить. Их обменяют. Когда я зашел в церковь, то увидел там только Натяга. Я спросил, а где остальные, и почему он не ушел ночью в Агдам. Натяга ответил, что он один, остальных убили. И он дал слово командиру не оставлять позицию. Передал Натягу слова армян насчет того, что если те, кто в церкви не сдадутся, тогда пленных худжалы расстреляют. Услышав это, Натяг выстрелил оставшиеся патроны в воздух, бросил оружие и сказал, что не позволит, чтобы пленных расстреляли. Натяг сдается в плен. Выходя из церкви, Натяг взял с собой флаг, который армянские боевики несколько раз пытались у него отнять. Субтитры создавал DimaTorzok Армяне были в бешенстве, когда поняли, что против них стоял всего лишь один боец. В этот день, как известно, вместе с Шафаром, в Голобанской церкви приехал один журналист с фотокамерой, который сделал те единственные и последние фотографии Натяга. Журналистом оказался итальянский фотокорреспондент Энрико Сардзини, сотрудник журнала «Огонек». После пленения они вместе с Натягом спустились в Ханкенде, где всю ночь его допрашивали. Этой же ночью Энрико пришлось покинуть Ханкенде и вернуться в Москву. Что было с Натягом потом, знали только армяне. Со слов Энрико. Уверен, пока я там был, с ним обращались более-менее нормально. Его не били и тем более не могли застрелить. Но то, что с ним случилось после моего отъезда, к сожалению, не знаю. Семья Гасымовых делала все, чтобы узнать о судьбе Натяга. В конце концов, его брат Нуфель обратился с просьбой к командиру батальона Лахверди Багирову. Лахверди Багиров тогда был командиром войсковой части. Он активно участвовал в обмене пленных и спас немаломерных жителей. Багиров обещал выяснить о Натике хоть какую-то информацию. Через несколько дней Лахверди Багиров сообщил, что Натяга долго пытали, а потом сожгли живьем за то, что он положил много армянских боевиков, обороняясь в церкви. На фотографии, где Натяга допрашивали, замечен Виталий Балсанян. Тогда он был полевым командиром, который до недавнего времени занимал пост заместитель министра обороны уже несуществующего образования. Несколько лет назад к Балсаняну лично обращались по поводу судьбы солдата Натика Гасымова и демонстрировали фотографии, где он изображен, допрашивая Натика. К сожалению, Виталий ответил, что не помнит ничего о том случае. Это очень странно, если учесть, что Балсанян лично командовал операцией по захвату высоты, которую удерживал Натик. И это было его идеей использовать шантаж с заложниками, чтобы уговорить сдаться тех, кто укрывался в Албанской церкви. Несмотря на это, Виталий Балсанян решил сделать вид, что ничего не помнит. Имея на руках все факты, можно с уверенностью утверждать, что Виталий Балсанян знает о том, кто и как пытал Натика и что с ним сделали потом. Отражая атаки в одиночку на протяжении пяти дней без еды и воды, сохраняя верность как своему долгу, так и государственному флагу, не щадя себя, отдав свою жизнь за мирных жителей, делает его героем, о котором должны знать все. Натик, как и тысячи других взрослых и детей, числится в списке пропавших без вести. Но сейчас, когда Карабах полностью отвоеван и вернулся в состав Азербайджана, появилась маленькая, но хоть какая-то надежда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok